Коронавирус, безусловно, внес свои коррективы абсолютно во все сферы жизни. Не стала исключением и работа нашей телекомпании. Студии сейчас пустуют, но это не причина отказываться от общения с интересными гостями. Это проект «На связи». Здравствуйте! И сегодня пообщаемся с вокалисткой Брянского городского духового оркестра под управлением Михаила Николаевича Сюрина Ольгой Гончаровой. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, Кристина! Очень рада вас приветствовать, особенно вот в это непростое время. Так редко мы получаем какие-то приятные, хорошие новости. И вот одна из новостей, которая прилетела буквально на днях, это ваша победа в конкурсе, онлайн-конкурсе международного класса, насколько я понимаю. Вот скажите, каков он вкус победы онлайн? Вкус победы онлайн, он неожиданный и тем более приятный, поскольку такая ситуация, сложившаяся вокруг нас, она как бы не предполагала вообще участия в каких-то конкурсах, каких-то таких массовых мероприятий. И вдруг открылась возможность поучаствовать онлайн именно по имеющимся или по хоум-видео записям своим. И это было очень приятно. Думаешь, ну а почему и нет записей, архива уже предостаточно, потому что, как говорится, уже давно я на сцене. А ком-видео тут пригодилось именно к этому конкурсу, я дома тут записывала, в своих скудных условиях, без обработки, без всего, чисто к 9 мая. Приложиться к этой знаменательной дате очень хотелось, поскольку если бы были открыты массовые мероприятия, мы бы, конечно, с оркестром уже дали ни один концерт и ни одно мероприятие бы уже прошло с нашим участием. А что это за конкурс был? «Смарт-скилз» — это организует Международный научно-образовательный центр. Это такой проект, который проводит конкурсы, олимпиады, конференции. Находится штаб-квартира в Угорске, в Оренбургской области. И что примечательно, что этот конкурс был бесплатным. В нём могли участвовать абсолютно все. Можно было посылать заявки, чем я и воспользовалась. Думаю, а почему бы и нет, если можно посылать бесплатно заявку. Так я пошлю и хоум-видео, и заодно я пошлю и видео с оркестра. Было подано 13 258 заявок. Из них к конкурсу было допущено 2590. И вот из этих 2590 три мои заявочки сыграли. Получилось первое, второе и третье место заняли мои видео. Но вокалисты откуда принимали участие? Это ведь международный, да, конкурс? Во-первых, было 68 регионов России принимало участие. И вокалисты были из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Франции, Абхазии, ДНР, ЛНР. То есть там более 10 стран участвовало в этом конкурсе. И 68 регионов нашей Родины, то есть все хотели показать свое отношение к этому событию, к этой знаменательной дате, учитывая то, что спасибо организаторам, что они организовали этот конкурс бесплатно. И что могли бы участвовать все. И номинация была «Сольное исполнительство», «Ансамбли», «Инструментальное мастерство» и «Исполнительство» и «Хараула». Он назывался «Песня Победы», да. Какие вокальные композиции вы исполнили для этого конкурса? Ну, для этого конкурса, в первую очередь, мне хотелось исполнить композицию, не особенно известную в общих кругах исполнительских, поскольку отношение к ним всегда уже какое-то определенное. И мне очень давно нравилась песня «Поле памяти». Ее исполнял белорусский певец Ярослав Хевдокимов. Это на музыку захлебного слова Микляева. И я просто нашла минусовку, естественно, и попробовала ее тоже воспроизвести в своем исполнении. Лебединые голоса, Лиза мои, Лиза голоса друзей. Лебединые мне теперь До конца пути. Боли в памяти не пройти. Небеса над ним высоки, Родники под ним глубоки. Нет конца ему, Боли в памяти. Конечно же, понятно, что нет тех инструментов, с которыми мы работаем на сцене. Микрофоны, усилители мощности, реверсы и прочее. Но, думаю, голос услышат, подачу посмотрят, хотя бы идентифицируют, что это поет человек, поет вживую. И, учитывая, что конкурс проходит именно в условиях самоизоляции, думаю, это, в принципе, должно как-то тоже свою лепту нести положительно. Начала я с нее. Потом я это также выкладывала у себя на странице и у себя в группе, которая у меня есть в ВКонтакте. Группа существует год. Да, мы надеемся, что она и будет существовать, пока будет существовать мое творчество. Поэтому, естественно, как сидеть в условиях самоизоляции и людям подавать только архивные материалы. Конечно, им же хочется что-то нового. А тем более, когда вот такие праздники, нельзя оставаться в стороне. И поэтому я это выложила 9 мая у себя на странице. И потом думаю, раз какая есть возможность, бесплатное участие, что я теряю? Я ничего не теряю. И я выложила еще вторую песню, которая всем известна. Естественно, тут уже никуда не денешься. Надо выкладывать что-то уже более, которое на слуху. Это моя одна из любимейших песен, посвященных военной теме. Это песня «Журавли». И тут летит по небу креста, И летит в тумане на исходе дня. И в том строю, И в ближай так мажь, «Быть может, это место для меня». Песня «Журавли» Третий ролик оркестровый я выложила. Это был «В лесу при фронтовом». Тоже очень популярна эта песня в ритме вальса. Очень хорошо принимается тепло всегда публикой. Музыка блантера слова Михаила Сокопского. Ну а поклонники вашего творчества могли как-то помочь вам? Вот в самом конкурсе голосовали зрители, не голосовали? Вы знаете, вот именно в этом конкурсе, в этом конкурсе было только жюри конкурсное, и они принимали заявки, и они не выставляли конкурсный материал в сеть. А вот предыдущий конкурс, потому что, сидя здесь, я участвовала непосредственно по своей номинации, «Академический вокал», еще два конкурса я, можно сказать, выиграла. В одном заняла третье место, в другом первое. И вот, в котором я заняла первое место, его именно материал выкладывали в сеть. Там более 900 просмотров. Это тоже международный конкурс был. Детского, юношеского и взрослого творчества. Он проходил в городе Самаре. И здесь я заняла первое место. И очень благодарна зрителям, которые поддержали своими эмоциями, как у нас говорят, лайками, и просто просмотрами. Но все равно решение остается за жюри. Там тоже было много участников, порядка тоже двух с половиной тысяч было участников. Получился такой результат. Первая премия. В свете чего они теперь приглашают на финал этого конкурса, который, не знаю, пока еще где будет проходить, но уже имеет свое название и имеет положение. Просто я еще до него как-то не добралась. В связи вот с этими совсем радостными событиями, как-то не успеваешь уже еще реагировать на следующее участие. И вот в том числе мне его прислали, уже прислали. Ну, если видно. Вот теперь видно, да. Лауреат третьей степени. Прислали, да. Это был в Санкт-Петербурге конкурс. Каденция здесь написана. Конкурс исполнителей, вокалистов и музыкантов. И номинации профессионалы. Я заняла третье место. Возрастная группа старше 25 лет. Это просто уже пришло по почте. С первой премии еще не пришло. Ольга, но можно сказать, что вы на самоизоляции время не теряли даром. Она какие-то плюсы все-таки принесла. Да. И учитывая то, что сначала как-то мы все поникли, что вот придется сидеть дома. А когда сидишь дома, сначала кажется, времени не хватало ни на что. Теперь нам все хватает. Но что-то ничего не хочется особенно делать. А для творческого человека это просто катастрофа. Когда сидишь, и ты не можешь ничего сделать, учитывая то, что вокальная история, она вообще индивидуальная. Голосу надо быть постоянно в работе, связкам надо быть постоянно в работе. А здесь приходится помалкивать особенно, не показывать голос, потому что все соседи дома. А вот у всех есть дети. И стены наши, вы сами знаете, не очень звуконепроницаемые. Поэтому спасибо им, что они меня терпят. Поскольку, когда я готовлюсь к концертным своим программам, к программам музыкального колледжа, поскольку я там еще работаю, им приходится потерпеть. Приходится нелегко соседям. Особенно, когда, если репетируется академический вокал, тут уже немножко им надо помужаться. Но они молодцы, пока меня не беспокоили своими претензиями. И за что им большое спасибо. Ольга, ну если мы заговорили уже о концертных программах, предстоящих концертных программах, то уже, если какие-то мысли, уже, наверное, не терпится встретиться, наконец, со зрителем. И, конечно, со своим коллективом. Да, конечно, не терпится. Но дело в том, что у нас, как обычно бывает, июнь – это крайний месяц, когда мы заканчиваем свою работу и в июле уходим в отпуск. И поэтому, я думаю, уже до отпуска не придется нам вместе с коллективом встретиться непосредственно со зрителем. Потому что у нас это парковая пора. И в основном все наши концерты, начиная с мая месяца и заканчивая серединой сентября – это концерты в парках. Но вот, может, после отпуска нам все-таки доведется, нас выпустят все-таки на массовые мероприятия хотя бы в парке. Конечно, оркестр будет принимать участие в параде 24 июня, это однозначно. Но без солистов. Они делают проходку, они где-то стоят, играют. Это тоже такой очень труд тяжелый, потому что держать инструменты, играть. В основном все играется по памяти. Нужен большой профессионализм, чтобы все это довести до людей в том виде, в котором это должно звучать. Ольга, спасибо вам большое за эту беседу. Мы с нетерпением ждем встречи уже на наших главных сценах области. Желаем удачи вам. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Кристина. Мы, в свою очередь, со своим коллективом, и я отдельно, тоже даю сольные концерты в тех же парках, на других площадках. Все это я выкладываю на свои страницы. Будем ждать вас на свои концерты. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин